Всем привет, с вами Прия. Сегодня разберем Рыцаря Смерти, Ветки Кровь. Рассмотрим абсолютно все его полезности, все его слабости. Какие есть интересные азеритовые таланты. Какие азеритовые таланты стоит собирать. Какие статы являются интересными у Бладдека. И какие из них имеют больший приоритет. Поговорим об эссенциях, поговорим о расах. И вообще абсолютно обо всем, обо всем. План данного видосика вы видите перед собой в виде скриншота. На нем просто-напросто указаны все основные пункты. У меня же, само собой, весь этот текст прописан и лежит сейчас передо мной. Ну что ж, начнем. После просмотра этого видосика, если, конечно, вы будете замотивированы, то, скорее всего, вы создадите себе ДК. Ну а если у вас уже есть какой-нибудь Рыцарь Смерти, то я не думаю, что это повод менять расу на какую-то другую, отдавать свои лишние финансы на такое действие. Поговорим о расах и поговорим о действительно полезных расах, которые в какой-то момент могут просто-напросто показать себя идеально. Первая раса за фракцию Альянс — это Ночной Эльф. У Ночного Эльфа имеется интересная расовая способность под названием «Слиться с Тенью». Она выводит из боя на короткий промежуток времени, и тем самым можно сбросить с себя абсолютно все некротическое гниение. Это полезно для ключиков. Там имеются модификаторы, и один из модификаторов называется «Некротический». Некротический модификатор, некротический дебаф понижает входящий отхилл. И, само собой, в Блад ДК тяжело жить в этот момент, потому что основная механика строится на исцелении. Чем больше некротических стаков, тем тяжелее жить. Что делает Найт Эльф? Нажимает одну кнопку, выходит из боя, стаки сбрасываются, и все идеально. Далее. Варген. Имеет расовую способность в виде спринта. Легкость тьмы, по-моему, она так называется. Это 40% спринт на 10 секунд с кулдауном в 2 минуты. Так как ДК ограничен своей мобильностью, то это может быть вполне неплохо в какой-то промежуток времени. Далее. Дворф имеет сейф активный в своем арсенале, а именно каменная форма, которая снижает получаемый дэмэдж на 10%. Это реально круто. Далее. Рассмотрим расы Орды. Блад Эльф. Он имеет массовый пурж. Ну, а также гоблин. У него есть прыжок, который также добавляет немножко мобильности Блад ДК. Любой Блад ДК должен знать свои полезные стороны. Свои сильные стороны, скажем так. Что есть полезного у Блад ДК? Массовая стяжка в виде хватки Кровожада. Далее. Обычный таргетный гриб. Хватка смерти, у которой КД 15 секунд. Ну, а также у Рыцаря Смерти имеется батлрез. Воскрешение союзника. Это полезно при условии, если в группе нету друидов, варлоков. Неприятная слабость имеется у Рыцаря Смерти, а именно ограничение мобильности. Все, что есть у ДК в своем арсенале, это поступь смерти, это блуждающий дух, и то при условии, если выбран талант, ну а также какая-нибудь расовая кнопка. Это мало, если сравнивать с какими-то другими танками. Допустим, у Воина, у Демон Хантера есть прыжок, у Паладина есть конь. А что есть у ДК? Ну, такие себе спринты. Надо бы по-хорошему показать их, то сижу со скрытым интерфейсом. Вот она, поступь смерти, которая увеличивает скорость передвижения на 30%. Но там можно еще дополнительно усилить за счет некоторых азеритовых талантов. Также блуждающий дух, о котором шла речь. Для того, чтобы комфортно играть на Рыцаре Смерти, нужно понимать, откуда вообще берется основной его ресурс, который называется Сила Рун. Сила Рун дается нам при условии того, когда мы тратим руны с целью каких-либо костов. Рассмотрим абсолютно все косты и рассмотрим, сколько они дают нам РП. Руник Пауэр. Силы Рун. Итак, самый лучший способ накопления РП – это использование танцующего рунического оружия вместе с лужей и последующее использование удара в сердце. Что мы с этого получаем? Танцующее руническое оружие дублирует наши атаки. Это все идеально, это все хорошо. Смерть и разложение позволяет нам цеплять дополнительные таргеты. То есть в тот момент, когда мы оскверняем указанную область, то в течение 10 секунд наш удар в сердце поражает дополнительные цели. Если мы наведем на свой бафчик, то мы увидим, что удар в сердце поражает до 5 целей. Ну, то есть 5 поражает спокойно. Само собой, если мы поражаем их, если мы ударяем их. Удар в сердце тратит одну руну, это уже 10 РП. Далее, дает 5 единиц силы рун и еще 2 за каждого дополнительного пораженного врага. 2 единицы силы рун дается при использовании таланта «Разбитое сердце». Таким образом, если упереться немножко в математику, то при использовании рунического оружия и при использовании последующего удара в сердце мы получаем 10 плюс 5 плюс 5 плюс 2 единицы за каждый таргет. Таргетов 5, поэтому 10 плюс 5 плюс 5 плюс 10 получается суммарно 30, если мы используем руническое оружие, лужу и последующий удар в сердце. Это весьма интересно и 30 силы рун, это действительно много, но танцующее руническое оружие ограничено по своему таймеру. 8 секунд при кд 2 минуты, поэтому стоит грамотно его использовать. Далее, что у нас еще есть? У нас имеется дробление хребта, которое позволяет нам накапливать наши костяшки. Основную механику, которая позволяет нам меньше получать демеджа и от костяшек мы получаем больше скорости. Тратятся 2 руны и при этом мы получаем 20 единиц силы рун. Далее, удар в сердце. Самый обычный, без использования рунического оружия, без использования лужи, без этой всей сложной-сложной формулы. Мы получаем 10 плюс 5, ну и плюс 2 за каждый таргет. То есть, даже если мы просто бьем в соло-таргет, при использовании таланта «Разбитое сердце» мы получаем 17 силы рун. Это хорошее число, и используя удар в сердце в момент того, когда просто-напросто уже нужное нам количество костяшек накоплено, а нужное количество костяшек — это 6 и выше, то можно вполне неплохо нарегенить себе силу рун с целью того, чтобы в дальнейшем ее тратить. Прикосновение смерти. Усики, которые имеют рейндж 30 метров и которые заражают чумой цель. Это полезно в тот момент, когда цель находится далеко от нас. Это полезно в тот момент, когда просто-напросто мы хотим нарегенить себе дополнительно силу рун, когда, например, нам нужно отбежать от моба или если нам нужно запулить какого-то мобца в рейнже, например. То есть мы используем обычный таунт, мы используем грипп в какой-то таргет и нам нужно еще делать запулы. Мы используем прикосновение смерти и в тот момент, когда мы его используем, тратится одна руна и при этом накапливается 10 единиц силы рун. Также не стоит забывать о прекрасном азеритовом таланте — кровавый рунический клинок. При активации Алой Плети вы мгновенно получаете 5 единиц силы рун. Алая Плеть — это бескдешная лужа. Ее кд завершается и срабатывает она в тот момент, когда мы совершаем автоатаки по цели, которая заражена кровавой чумой. В тот момент, когда она прокает, мы получаем 5 единиц силы рун. Ну и последний способ накопления силы рун — это антимагический панцирь. При поглощении урона вы накапливаете силу рун. Получаем дэмэдж магический, накапливаем силу рун. Все просто. После того, как рассказано о том, как накапливается силу рун, стоит рассказать о том, как она тратится. Тратится она всего лишь на 3 заклинания, и то при условии, если третье у нас взято. Первое — воскрешение союзника, иначе батлрез. Требуется 30 единиц силы рун. Бывают такие моменты в рейде, то что берить некому, или, например, просто-напросто выходите мифик плюс, и вы единственник, кто может берить. Так что желательно иметь лишнюю силу рун с целью того, чтобы использовать воскрешение союзника. Самое основное использование силы рун — это, конечно же, удар смерти, который позволяет нам дамагать, и который позволяет отхиливать свое здоровье. Стоит он 45 единиц силы рун, но если мы играем с талантом склеп, а мы играем с талантом склеп, то в итоге мы тратим на 5 единиц силы рун меньше, то есть 45 минус 5 равно 40. В итоге 40 единиц силы рун мы тратим на удар смерти, который позволяет нам исцелять здоровье в объеме 25% от урона, полученного за последние 5 секунд, но при этом мы восстанавливаем не менее 7% от максимального запаса здоровья. К примеру, если вы получили большой дэмэдж по себе, ну, условно, лям, то, использовав удар смерти, вы исцелите по себе 250 тысяч. Замечательно? Замечательно. Переходим дальше. Третье заклинание — это буря костей. Буря костей расходует от 10 до 100 единиц силы рун. КД — 1 минута на бурю костей. Собственно, действует эта буря 1 секунду за каждые 10 единиц потраченной силы рун. Тратим 100 — действует 10 секунд. Тратим 10 — действует 1 секунду. Само собой, реализуем на большем количестве силы рун. Раз уж мы поговорили немножко о получаемом дэмэдже, о том, как интересно можно использовать удар смерти, то пришло время поговорить о сейвах. Кровь вампира — полутораминутный сейв, который позволяет увеличить максимальный запас здоровья на 30%, и при этом увеличивается эффективность получаемого исцеления и поглощения. Имеется большой спектр применения крови вампира. Например, в тот момент, когда нам просто нужно поднять свой максимальный хп-столб. Либо в тот момент, когда нас должны как-то сильно прохилить. Либо в тот момент, когда у нас должно быть фулл хп, и при этом нас хилят-хилят-захиливают, чтобы помочь хилам, чтобы они нас быстрее выхилили. В общем, спектр применения большой, и я думаю, вы уже сами поймете по геймплею, где его нужно нажимать. Само собой, если мы используем красную жажду талант ластового тира, то кулдаун краю вампира сокращается на 1 секунду за каждые 10 единиц затраченной силы рун. Как тратить силу рун уже было рассказано. Но если мы нажимаем удар смерти, то мы сокращаем кровь вампира на 4 секунды. Если мы нажимаем бурю костей фуловую, а мы ее не нажимаем, потому что мы не сократим кровь вампира, так как они стоят в одном тире. Вот так вот. Сейф, о котором я забыл сказать в момент записи видосика, но скажу во время обработки. Танцующее руническое оружие действует 8 секунд, кулдаун 2 минуты, повышает вероятность парирования на 40%. Но это действие может быть продлено при использовании азеритового трейта под названием Вечное руническое оружие. Далее. Незыблемость льда. Дает нам невосприимчивость к эффектам оглушения, и при этом уменьшает получаемый урон на 30% в течение 8 секунд. Это мало, кулдаун всего 3 минуты, но что поделать. Хороший антистан, средний сейф, но, увы, с малым сроком действия. Антимагический панцирь, прекрасный сейф с целью того, чтобы уберечь себя от магического дэмэджа. Магического дэмэджа достаточно много в игре, и рейд неолота, текущий, преобладает этим магическим дэмэджем. Например, даже когда мы просто бьем маута в тот момент, когда он стоит и нарегенивается, в тот момент, когда он стоит, ничего не делает, ну, почти, окей, там сферы просто летают и все, то тот дэмэдж, который мы делаем по мауту, является магическим. И нажав зеленочку, АМС, антимагический панцирь, это все его обозначения, то мы просто-напросто не ловим этот дэмэдж, это замечательно. Также в тот момент, когда мы нажимаем зеленку, то мы не ловим на себя какие-либо магические дебафы. Это хорошо продемонстрировано на видосике по убийству Виксионы в тот момент, когда я танчил моба, а моба я там танчил весь бой. Собственно, можете глянуть это в текущий момент, я вставлю данный отрывок именно сейчас. Нажимается зеленочка до старта коста аннигиляции, и в момент того, когда луч летит в меня, я просто ловлю дэмэдж от этой аннигиляции. Я не ловлю на себя дебаф и при этом накапливаю силу рун. Ну и завершающий сейв, это Буря Костей. Буря Костей восстанавливает нам хп-шечку в тот момент, когда прокручивается рядом с мобами. 3% за каждого врага рядом с нами, максимум 15%. Это интересно, это классно, но, увы, это ограничение делает Бурю не такой сильной, как раньше. Но она все равно неплохо себя показывает при файте с большим количеством врагов. Талант Разбитое Сердце прекрасно себя показывает в тот момент, когда вокруг нас много таргетов, либо если мы просто бьем один таргет, и при этом нам нужно большое количество силы рун. Кровопийца тоже неплохой талант, который позволит нам нарегенить хп-шечку, и к тому же дальность действия 30 метров позволит нам запулить какого-то мобца с рейнджа, либо в тот момент, когда мы подбегаем к боссу, например, к гневиону, после того, как мы отбегаем от огня, мы уже можем его дамагать, мы уже можем хп-шечку себе нарегенить, и все, в принципе, замечательно. Гемостаз. За каждого пораженного вскипанием крови противника урона и объем исцеления от следующего деса, десстрайка, удара смерти, увеличивается на 8%, эффект суммируется 5 раз, то есть 40% при условии, если мы либо 5 раз сделаем в соло таргет вскипание крови, либо мы одно вскипание крови юзнем рядом с 5 врагами. Это замечательно, это классно, это круто. Увеличиваем отхил по себе, живем больше. Склеп. Самый лучший, самый хороший и идеальный талант из данного тира. Уменьшает рп для того, чтобы использовать дс, и к тому же увеличивается максимальное количество рп. Здоровье дк крайне нестабильно. Оно может быть в текущий момент 100%, в следующий момент 10%. Ну окей, ладно, таких больших обычно спайков не существует хп, но все же здоровье у дк нестабильно, и прыгает оно как эквалайзер. Поэтому воля мертвых позволит нам хоть как-то быть стабильнее при условии, если у нас менее 30% хп. Если у нас менее 30% хп, дэмэдж по нам понижается на 30%. Хороший сейф и хороший пассивный талант с целью того, чтобы быстро не умереть. Пятый тир талантов дк направлен на то, чтобы просто-напросто контролить мобов. Хватка мертвых идеальна, если нам нужно кайтить мобцов, так как существует замедление. Жесткая хватка уменьшает кулдаун на мастяшку, то есть если нам нужно часто стягивать мобов, например, на какой-нибудь виксионе, то это будет вполне неплохо. Кстати, я мог его взять в тот момент. Но блуждающий дух все-таки оказался чуточку полезнее, потому что это мувспид кровавые черви, которые в целом стабильнее, которые нарегенивают нам хп при условии, если наше хп падает ниже 50%. То есть если происходит такой момент, что мы держим себя на фулл хп все время, весь бой почти, а потом у нас резко падает хпшечка ниже 50%, то эти кровочерви взорвутся, ну и при этом нарегенят нам нужное количество здоровья. Не то, конечно, которое хотелось бы, не то, которое было раньше, несколько аддонов назад, но что поделать, цифры у них неплохие. Буря костей, о которой уже было много сказано ранее, используется в каких-либо АОЕ файтах по типу 5 плюс таргетов. Если же мы ходим миф плюс, то скорее всего да, это буря костей. Если мы сражаемся с соло таргетом, то это красная жажда с целью того, чтобы откатить свою кровь вампира. Если же мы не уверены в себе, в своем ДК, либо бой, скажем так, имеет какую-то ваншот механику или сильный каст по танку, то мы берем чистилище. Само собой, когда мы идем в рейдике или когда мы идем в мифик плюсы, нам не стоит забывать об эссенциях. Эссенции — это относительно новая механика, которая была добавлена в обновлении 8.2. Просто все-таки стоит упомянуть об этом, потому что некоторые люди, может быть, не заходили со старта БФА или вообще не играли. Так что вот они, эти эссенции. Абсолютно все справа имеются. С целью того, чтобы открыть меню эссенций, нужно там сделать квестики некоторые у магни в зале сердца. И мы потом просто-напросто shift правой кнопкой нажимаем по ожерелью. И перед нами все наши эссенции. Само собой, их нужно открывать, их нужно лутать, их нужно собирать. В большой слот используем сущность жизни и смерти. Прекрасная эссенция, которая комбинируется с кровью вампира. Как мы рассмотрели ранее, кровь вампира повышает наше максимальное хп. Сущность жизни и смерти дамагает от нашего максимального уровня здоровья. Чем выше наш запас хп, тем больше эта эссенция бьет абсолютно по всем мобам, которые находятся рядом с нами. При этом мы нарегениваем себе хпшечку. Эссенция гида глубин позволяет нам получать универсальность за каждого мобца рядом. Максимум 10 мобцов. Ну и при этом мы получаем эффект, который позволяет нам немножечко нарегенивать хп. Раздор и противостояние. Тоже неплохая эссенция, которая позволяет нам получать универсальность. И аптайм у нее очень хороший. Да и стакается она еще к тому же. И действует долго. Замечательная эссенция с целью того, чтобы получить универсальность. Ноль щит, нейтрализующая динамо. Это мини-магический сейв. Собственно, раз в 15 секунд мы получаем 50 тысяч магического поглощения дэмэджа. И действует он 10 секунд. То есть аптайм 66%. Если мы рассмотрим рейды, то изменений немножко. Малый слот это бесформенная бездна. Мы получаем силу, мы получаем скорость. Еще и союзника бафаем на скорость, как я правильно понимаю. Да и к тому же присутствует уникальный эффект. Сопротивление порчи повышается на 10. То есть чем выше у нас порчи, тем больше негативных эффектов мы на себя ловим различных. Чем у нас ее меньше, тем само собой меньше. Можно придумать, конечно, и другую, какую-нибудь малую эссенцию. Например, сила хранителя. Она неплохо комбинируется при условии, если другие танки ее используют. Можно использовать резонанс крови мира. Например, с целью того, чтобы как-то усилить свой ДПС. Можно использовать касание вечности. С целью того, чтобы просто-напросто получить микросейв. Можно использовать ведение совершенства. Просто-напросто. С целью того, чтобы уменьшить КД кровью вампира. Задумайтесь о третьем слоте. Он весьма вариативен. Большой слот это раскаленный тигель. С целью того, чтобы просто-напросто дамагать по боссу, например. Также мы можем использовать и какую-либо другую эссенцию. Мы можем использовать касание вечности, которое позволит нам еще лучше жить. Так как там интересное описание присутствует. И, скажем так, работает почти как чистилище. То, что срабатывает не чаще одного раза в какое-то количество минут. То, что позволяет нам пожить какое-то время и все такое прочее. Можно использовать ведение совершенства. С целью того, чтобы просто-напросто прокнуть себе кровь вампира. В общем, большой и малый слот в момент того, когда вы рейдите, очень вариативен и реально задумаетесь, как лучше реализовать эти слоты. Но лично я считаю то, что данный выбор эссенции весьма неплох. То есть в большой слот это тигель, в малый это бездна. Пришло время поговорить о новой механике обновления 8.3. В обновлении 8.3 пробудился Нзот. Пустил свои корни, свои вот эти шупальца по всему миру Азерот. И теперь мы можем получить карабченные вещицы. Собственно, что это такое? Это самые обычные вещи, но при этом они оскверненные. На них имеется фиолетовый текст. То есть, например, самый обычный меч 475 эквипа, но при этом он повышает порчу на 12, порчу игрока, но при этом дается баф. Если на персонажа повышение вероятности избегания на 12% от вашей скорости. Бонус интересный, помогает танку жить в какой-то определенный момент времени, если особенно идет АОЕ дэмэдж. И при этом мы ловим на себя негативный эффект, само собой. У нас есть как накопление порча, так и ее снижение. Снижаем мы ее с помощью плаща, с помощью эссенций, о которых было сказано чуточку ранее. И при этом все равно какое-то количество порчи остается, и мы ловим некоторые дебафчики на себя. Оптимальное количество порчи с целью того, чтобы комфортно себя чувствовать танком в каких-то боях менее 59, в каких-то боях менее 39. Все из-за потусторонней твари. Поиграете, почувствуете сами. Конечно, существует очень много различных бонусов порчи. Есть на дэмэдж, есть на сокращение кулдаунов, есть на еще интересные всякие вещи. Но конкретно с целью того, чтобы дамагать, мы будем использовать Эхо Бездны, либо Бесконечные Звезды, либо Искаженный Отросток, Щупальца, либо Сумеречное Разрушение. Собственно, Эхо Бездны весьма хорошенькая в тот момент, когда мы против большинства таргетов бьемся. Бесконечные Звезды против Соло Таргета. Отросток — это слабенький такой Соло Таргет. Сумеречное Разрушение — это немножко опасный карабд, потому что он имеет много порчи, но при этом мы неплохо так кливаем перед собой. То есть стоит задуматься, если бой Соло Таргет, то, конечно, Звезды, скорее всего, покажут себя лучше. Если АОЕ, то, скорее всего, либо Эхо Бездны, либо Сумеречное Сокрушение. Но если у вас ничего из этого нет, то да, тогда отросток, тогда самая обычная щупальца. Но также помимо карабта на дэмэдж, если мы хотим жить, если мы хотим разогнать свои статы, нам стоит использовать различные вещицы, которые просто-напросто повышают наши показатели. А именно, есть интересные три карабчи. Первое — это увеличение прибавки от всех источников скорости на 6, на 9 или на 12%. Разное количество порчи — разное количество процентов. Лучше, конечно, на 12 использовать, но если не имеется, то на 6, в принципе, тоже неплохо, хотя достаточно мало. На универсальность есть такое же. Это, в принципе, вообще будет идеально. Уменьшение дэмэджа по себе за счет использования универсальности. Это реально классно. Крит, если рассмотреть, то крит дает нам парирование. Это очень интересно в плане ДПСа, но... Это может выглядеть просто-напросто нестабильно в какой-то момент времени. В тот момент, когда мы идем в рейды или в мифик плюс, мы используем различные бонусы. Фласочка на силу. 360 силы на 1 час. Замечательно. Ну, других каких-то сильнее аналогов не существует. Можно, конечно, выпить настой на выносливость, но я думаю, вам и так хватит хп, чтобы спокойно танчить какие-либо энкаунтеры. Далее. ДПС поушен на 1 таргет. Если мы хотим побольше на ДПСить в solo таргет, и у нас есть к этому абсолютно все возможности, то мы используем зелье неукротимой ярости. В тот момент, когда рядом с нами много таргетов, и мы можем активировать этот поушен, то мы используем зелье усиливающего окружения. Там хороший прирост к силе. Но если же мы не можем это реализовать, то самый обычный поушен на силу юзаем. Он будет чуточку слабее, чем зелье усиливающего окружения, но все же даст свой прирост. И это замечательно. Еду мы кушаем на универсальность. Камушки мы вставляем на универсальность. Чарки мы делаем на универсальность. Руну на оружие мы вешаем павшего рыцаря. Но опять же, если вы немножко не уверены в своем ДК, и вы хотите больше дефенс статов, то используется руна каменной горгульи. По информации, которая была сказана ранее, я думаю понятно насчет характеристик то, что мы в большей степени упираемся в универсальность. Чем больше универсальности, тем лучше. Недаром берется эссенция под названием раздор и противостояние. Недаром берется эссенция под названием эгидоглубин. Эссенция под названием эгидоглубин. Универсальность лишней никогда не будет. Далее скорость с целью того, чтобы была комфортная игра, с целью того, чтобы кнопочки нажимались быстрее. Ну и само собой, руны тоже откатывались быстрее. Далее крит-удар. Крит дает нам парирование, крит дает нам увеличенный дэмэдж. И да, это может выглядеть в какой-то момент нестабильно, но если у вас имеется хорошее количество крита, то высокая вероятность парирования ударов, что в принципе весьма интересно. Я вот конкретно больше рейдингом сейчас занят в анхолике, поэтому статы на обладе немножко не те, которые хотелось бы видеть. Крита много, но ключики танчатся и все спокойно выходит вполне. Завершающей характеристикой является искусность. Искусность показывает себя достаточно слабо, и поэтому ее просто-напросто не собирают. Завершающая часть данного гайда это азериточки. Азериточек много, азеритовых талантов тоже много, и мы сейчас разберемся. Я сделал картинки, которые помогут вам понять абсолютно все. Стрелочками я абсолютно все нарисовал, как будет лучше все раскидать, и какой у нас существует приоритет. Что нам нужно по азериткам? Нам нужны хотя бы одни кости проклятых, нам нужно хотя бы одно вечное руническое оружие и хотя бы один кровавый рунический клинок. Если имеются данные таланты, то все у блат ДК хорошо. Если нет, ну, надо их искать. Чем скорее, тем лучше. А даже с какими-то непонятными азеритками у меня, в принципе, имеются эти таланты. Рунический клинок, руническое оружие и кости проклятых. Да, все идеально. Таланты следующего круга, второго. Во втором круге имеется побольше уже всяких интересных азеритовых талантов, и разберемся с ними подробно. Сердце тьмы дает нам увеличенные вторичные характеристики на постоянной основе при условии, если у нас высокий уровень порчи. Ну, не особо высокий, выше 25, но все же. Если у нас ниже этого значения, то талант просто-напросто не будет работать. Поэтому следите за своим уровнем порчи. И если он у вас вдруг внезапно понизится, то талант не будет работать. И скорее всего порчу придется увеличить. В общем, задумайтесь. Но сердце тьмы – это прекрасный азеритовый талант, который перманентно увеличивает вторичные характеристики. Он очень хорош. Далее кровавый ритуал – это прок скорости. Далее тайный глубин – повышение мейн-стоты. Пагубное переливание, которое поможет нам немножечко отхилиться, ну и, конечно же, надамагать. Далее релятивистский нормализационный гаджет – это инженерская вещица. Профессия «Инженерное дело» позволяет крафтить азеритовые шлема. И на азеритовом шлеме имеется этот талант во втором кружочке. У него два разных прока. Первый повышает хп, повышает мейн-стат. Второй прок повышает хасту и повышает скорость передвижения на 25. Казалось бы, просто 25 рейтинга скорости передвижения – это мало. Но на деле это 25%. Просто процент, значок не отображен. Почему? Я не знаю, я не могу на этот вопрос ответить. Он просто не отображается. Прекрасный талант, хорошо себя показывает, и если прокает на мувспид в момент перебежки, то это просто сказка. Конденсатор синаптического разряда – это уменьшение входящего дэмэджа на 5%, при условии, конечно же, прока. Выглядит интересно, но я думаю, гаджет все-таки показывает себя чуточку лучше. Далее связанные души, которые позволяют немножко на регейн хп увеличить скорость. Далее ярость рязана и раскатистый гром. Ну, это дпс таланты, которые ничего особо не делают и просто дают дэмэдж, поэтому они стоят в самом конце. Далее таланты третьего круга. Самый лучший – это переполняющая мощь. Далее спасительная скорость, которая дает нам перманентно хасту. Далее кристаллический панцирь, потом нестабильное пламя, потом ветра войны, потом абляционная броня, далее вспарывание на дпс, ну, далее услышь мой зов. Также на дпс. Таланты четвертого круга очень важны танку, поэтому игнорировать прокачку ожерелья ни к чему. Берем драгоценную шкуру, берем резонирующий щит, берем отстраненный лик. Если нам нужно мифик плюсы танчить, то мы берем тяжелый щит, но если у нас ничего из этого нет, то мы берем марш проклятых. Марш проклятых – это увеличение скорости передвижения и сокращение кулдауна по ступе смерти. Становимся чуточку мобильнее, и это замечательно. Насчет первых трех – шкура щит лик. Собственно, шкура – это замечательный азеритовый талант. Драгоценная шкура, прошу заметить. Повышение вероятности избегания и усиление брони. Мы всегда будем получать атаки, которые превышают 10% от нашего запаса здоровья. То есть в текущий момент у меня на моем блат ДК 915 тысяч хп. Это без бафов, без всего такого прочего. Под бафом приставь – это где-то 960. Но 96 тысяч получить от моба или от босса – это вообще не проблема. Поэтому талант, в принципе, всегда работает и всегда показывает себя идеально. Резонирующий щиток – это просто-напросто самое обычное поглощение. Оно действует 30 секунд и прокает раз в 30 секунд. Но нам его будут часто сбивать, и этого щитка хватит ненадолго. Отстраненный лик – это реген хп. Мы восполняем себе хпшечку и срабатывает не чаще, чем раз в 6 секунд. Вот он, отстраненный лик. При получении урона вы восполняете 11 тысяч здоровья. Срабатывает не чаще раза в 6 секунд. Да, это интересно, но если мы будем активно захиливаться, если нас будут активно захиливать, то большее число этого отстраненного лика будет просто-напросто уходить в оверхилл. Хотим ли мы этого? Я думаю, нет. Поэтому лучше взять что-то другое. Но задумайтесь. Тяжелый щит прекрасно покажет себя в момент того, когда мы танчим много таргетов и танчим их достаточно часто. Например, в мифик плюсах. Можно специально сделать себе разные азериточки под мифик плюс, под рейды, ну и на какой-нибудь ддспек, если, конечно, вы в нем играете. Вот я-то этим озадачен в текущий момент времени. После всего-всего сказанного, напоследок, хочется сказать о пушечках немножко, потому что много вопросов о выборе пушки. Все-таки стоит признать, клинок — это продолжение руки любого рыцаря, ну а тем более рыцаря смерти. Что мы можем использовать в качестве пушки? Самый лучший по item-левелу клинок на текущий момент времени — это, конечно же, меч с Нзота. Он интересен. Он 485-го item-левела. У него имеется порча на сумеречное разрушение, которая неплохо себя показывает, как мы выяснили ранее. Но если Данзота в мифике вам далеко, то мы можем использовать пушечку с маута. Она повышает броню, что немаловажно для выживания. Но также еще мы ауешем каждые 30 секунд на 700% нашей брони. То есть в текущий момент на моем ДК 476-го эквипа имеется брони сколько? 7800. Пушка сама по себе увеличивает эту броню на 5%. 5% от 7800... Так, давайте посчитаем. Значит, 7800 — это 100%. 78 — это 1%. 5% — это 390. 7800 плюс 390. Ну, это почти 8200. Окей. И, значит, ауешечка это будет... 8200 умножить на 7... 56... 57... 400... 57,5 дэмэджа по мобам, которые стоят рядом с нами раз в 30 секунд. Ну, я думаю, это хорошее ауе-дэмэдж. Примерно тринкеты, наверное, какие-то делают. Такой же аналогичный дэмэдж. Ну да, порча сама по себе интересненькая. И использовать для Блада этот топор, я думаю, весьма неплохо можно. Но если мы хотим как-то побольше дпсить, например, в какой-то условно соло-таргет, то мы можем дропнуть себе гиттику. Прекрасный хороший меч. Да, по иконке можно подумать, что у меня гиттику, но, увы, нет. Далее, что мы можем еще интересного дропнуть для Блада своего? Да и все, наверное. Так, в принципе, какую-нибудь двуручку с версой побольше, и все будет идеально. Ну, я считаю, у меня неплохая двуручка. Вот и все. Абсолютно все пункты рассказаны. Выложил я информацию по полной. Рассказал абсолютно все то, что знаю в текущий момент. Некоторую информацию восполнил, конкретно по карабтам, потому что люди давненько еще писали, начиная где-то с первых чисел февраля, о том, что пора бы гайд на Блада делать, сделать гайд на Блада, и все в таком духе. Люди на стриме писали, в комментах на ютубчике. Мольбы их услышаны, гайд готов. Выложился по полной, восстановил информацию, абсолютно все. Единственное, что повлияло на такую долгую степень записи этого видосика в плане того, что почему он не вышел раньше, это то, что карабты, те, которые присутствуют в текущий момент, они могут быть занерфлены, они могут быть апнуты. Поэтому лучше подождать абсолютно некоторых нерфов, апов, только потом делать какие-то гайдики и уже потом что-то рассказывать. Вот так вот. Как говорится, всех вам благ, счастья, здоровья. Если имеются вопросики, то можете написать их в комментариях, я отвечу. Может быть, если какая-то информация была ошибочной, то дайте знать об этом в комментариях. Мы обсудим ее, и, может быть, ваша точка зрения была немножко неверной. Но, может быть, и я был неправ. Все-таки я не машина. Берегите ноги, не забывайте о ссылках в описании. До скорого.